Мы берем землю шагами, по напрасну цветы и деревя. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. Его хриплый баритон еще при жизни Барда завоевал сердца миллионов поклонников. Он был талантливым актером, запомнившимся по ролям Гамлета в театре на Таганке и Глеба Жеглова в кино. И даже спустя 44 года после смерти Владимира Высоцкого помнят и любят. Традиционно в День памяти Владимира Семеновича в сквере, носящем его имя, собрались почитатели творчества. Его величие в том, что он не похож ни на кого. Его величие в том, что, как сказал Бродский, он так рифмует. Ни один поэт после Есенина не мог так доходчиво и так из обычных слов, которые есть в выходе почти каждого человека, он такую вязь. Словесную делает понятную и в то же время абсолютно бесподобную с точки зрения поэзии. Со сцены прозвучали песни Владимира Высоцкого в исполнении самарских артистов. Много неясного в странной стране можно запутаться и заблудиться. Даже мурашки бегут по спине, если представить, что может случиться. В репертуаре Геллы Майоровой три песни Высоцкого. Особенная любовь случилась с песней Кэрролла из аудиосказки «Алиса в стране чудес», написанной на стихи Владимира Семеновича. Гелла признается, песня Кэрролла идеально подошла под ее тембр и стала частью репертуара. Тема интересная. Здесь есть над чем поработать. Хотя многие говорят, что тема специфическая. И в женских исполнениях вопросы возникают небольшие. Но у нас есть целый цикл песни Владимира Высоцкого в женском исполнении. И вот эту песню, песенку Кэрролла, как раз, мне кажется, она как никогда подходит к женскому голосу. В ноябре 1967 года в Куйбышеве состоялось первое большое публичное выступление Владимира Высоцкого. Оно дало старт его творческому пути в качестве исполнителя. И даже сейчас его поклонники помнят тот день в деталях. Вы можете представить себе, зал был забит. И там я разговаривала, из Борж-Каратастана, из Татарстана, из соседних регионов. Столько приехало народу, вы не представляете, в основном, повторяю, была молодежь. На полу, прямо вот здесь, пока сейчас помню, были зеленые дорожки. Раньше эти старинные красные магнитофоны, катушечные были. Сидели ребята, записывали его. Вы знаете, такой это был хороший концерт, я вам передать не могу. И после, когда закончился концерт, я подошла туда, оказывается, к сцене. И вот он мне прямо на это сделал, оставил автограф. Концерт прошел во Дворце спорта на Молодогвардейской. И сейчас здание, даже отстроенное заново, носит имя Высоцкого. Очень приятно, что вот в День памяти Владимира Семеновича мы проводим такую концертную программу вот в этом сквере, который носит его имя. И благодарной инициативной группе, которые продолжают сохранять память. Ну, а, конечно, его выступление в Самаре является просто уже брендом культуры нашего региона. В память о певце и поэте в Самаре в сквере Высоцкого установлен одним из первых в стране бюст поэта. А перед Дворцом спорта – мемориал работы скульптора Михаила Шемякина. Имя Высоцкого носит улица в исторической части города. Также работает музей Владимира Высоцкого. Галина Топилина, Григорий Плешаков. События. Григорий Плешаков-